здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий спасибо что вы с нами благодарю тех кто подписывается на мой канал как всегда это правило хорошего тона приветствую также тех кто еще не подписался но имеет на верение это сделать большое спасибо что вы с нами сегодня мой гость публицист блогер журналист политик игорь мусичук добрый день добрый день спасибо что нашли время но давайте с основного то что сейчас на слуху ну начнем с ситуации в чернигове то что произошло это просто ужас российские ракеты убили украинских мирных граждан в общем то ситуация сложная мне кажется даже какой-то степени понятно но есть определенные нюансы как мы знаем да эти ракеты были наведены русскими по причине проведения там определенной пиар-компании определенных людей которые анонсировали выставку которая именно была в это время запланирована и касалась она дронов но в общем то все было бы абсолютно расставлено по своим точкам и понятно если бы не началось шумиха в соцсетях по поводу того что люди которые проводили эту выставку они как бы сделали со своей стороны очень много заявлений рекламных анонсов и соответственно получили различие разрешение военной администрации на проведение этого опасного мероприятия и имеем то что имеем 7 погибших и там практически 170 человек которые были ранены так расставьте вы теперь все точки над и что это как это и почему-то случилось и по вашему мнению кто виноват в этом ужасном процессе виталий ну прежде всего виновата российская федерация которая развязала войну и которая нанесла ракетный удар по центру города зная какое количество гражданских листам находится в это время дня это аксиома и мы ее даже не будем ставить под сомнение потому что фундаментальная вещь понятная во всем мире но для себя для украинцев мы должны понимать что есть такое понятие полезные идиоты либо вредители либо люди которые хотят заработать политические электоральные дивиденды заработать хотят денег прямо скажем эти люди могут навредить очень сильно с этим мы столкнулись в чернигах но наверное извините лучше говорить так это преступная халатность которая привела к такому уже смотрите давайте мы сейчас об общем а потом о квалификации уголовной квалификации потому что она тоже имеет место и должна иметь место будем говорить так значит прежде всего эти боевые жилки жмильки не знаю я там дроны и выставка проводилась не только в чернигах она проводилась еще в ряде городов в том числе рискованных таких как хаков где подлет ракет не позволяет сработать пву в чем проблема чернигова чернигова находится всем известно есть точки где 40 километров до границы с российской федерации может подъехать установка ракетная выпустить ракету не термин прилета это 1 3 минуты да не поэтому изначально с этой точки зрения надо было рассматривать проведение теперь что за мероприятие есть такая мария берлинская которая проводит это уже по моей информации четвертое мероприятие которая проводит подобное мероприятие в киеве в харькове они проводили в чернигове смысл мероприятия я вчера после этой трагедии связался своим товарищем близким с которым воевал в 2014 году который с 2014 года занимался построением аэроразведки в украине у наших действий разведки вооруженных сил и он меня проконсультировал полностью ну по этой ситуации поэтому когда я буду говорить часто я буду опираться на слова специалиста это не мосичок там где-то что значит что происходит и для чего делаются эти выставки эти выставки делаются для охвата и большего получения средств на приобретение дронов которые в конце концов передаются вооруженным силам украины делается это каким образом договариваться с местными властями трусятся местные бюджеты ну выделяют они туда и собираются предприниматели этого региона собственно вчера и и они скидываются там деньгами или как-то они разговаривают некоторых предпринимателей кстати мы вернемся потом к этому на выставку приглашал ну да это правильное уточнение потому что в этом скандале фигурирует якобы разрешение горсовета насколько мы знаем горсовет выступил против не давал никаких разрешений и эту всю историю не поддержал это так мы не имеем документов разрешающих мы не имеем документа где стоит подпись главы городской военной администрации полковника дмитрия брижинского но давайте немного позже закончим с самым этим самым мероприятием значит вот такое мероприятие там собираются деньги они аккумулируются на определенные счета и за еще покупаются дроны теперь внимание какие дроны в основном покупаются это кожан его стоимость где-то порядка двести сорока тысяч базовая но закупают его шестьсот пятьдесят где-то тысяч это вампир его базовая стоимость четыреста тысяч гривен закупают где-то за один и четыре миллиона кстати вампир лоббируется давидом арахан и главой фракции слугинов покупка он и собственно собственно это ситуация вся это один это один ах ну и о защите потому что приезжают воины которые получают они не имеют доступ к счетам к этим историям и все кто на этом зарабатывает это вообще следствие должно разбираться ну грубо говоря я там свечку не держал там было много людей хороших порядочных известных ну на этом мероприятии например мой коллега и арауценко чисто случайно выжил там его и и достава динамского ну не сильно правда и машину его покосал порядка от ну а вот такая вот ситуация кстати беспилотник каждом вообще как бы не сильно и полезный потому что русские рыбы садят их ну на один на раз-два вот то есть вот такое мероприятие никаких иностранных инвесторов никаких разговоров о производстве там быть не мало то есть это обычный сбор денег правильно на фонд да это презентация это воины которые подтверждают что оно действительно туда и идет оно идет но никто этого не отрицает вот дельта надо разбираться я говорю накрутка вопрос другом во первых почему тут еще одна история с 1 сентября большинство этих дронов никто собирать и продавать в украине не сможет это страны которые завозятся в украину или на границу с украины узлами собираются и продаются не смогут почему потому что с 1 сентября прекращает китай продавать на внешний рынок все запчасти к дронам к любым дронам соответственно где-то от 30 до 50 процентов дронов которые берлинская команда помогали реализовывать я не думаю что она их сама реализовывала помогали работали на них их не будет но это другая тут история что вот они проводят мероприятия почему в центре города я думаю потому что им удобно стянуть туда большее количество предпринимателей презентационно безопасности никто не думал сейчас без разрешения военной администрации не берлинская не мосичок не дикий ну никто никакое мероприятие ни в каком регионе страны при военном положении не может провести то есть надо получить разрешение военной администрации городская военная администрация по моей информации такое разрешение не давала но у меня вопрос полковник дмитрий брыжинский он же мог прийти и и сказать коллеги допустим в военной администрации вячеславу участвовал что я военный ты не военный ну нельзя этого делать ну вот мы не даем нельзя но что-то помешало и господин чалус решил пропиариться на этом также он обзванивал предприниматели я не знаю кто там был в доле в теме я живу это финансовый вопрос это другая история притом я далек от того что именно берлинская имела ну финансом отношении там я думаю другие люди делают накрутки там арахами есть там ну там хватает товарищи кавычка они вот это все согласовал чалус поставили резолюции силовики некоторые сейчас этот документ как этот самый сейчас этот документ сейчас как военная тайна его боятся кому-то показать потому что в результате кто все согласовывал эти вещи они сядут вот реально они не сегодня не завтра война закончится это преступление было совершено потому что несмотря на то что негодяи агрессоры ударили ракетой но если нарушение военного положения с разрешения без разрешения я устрою какое-то мероприятие то тот кто его разрешил и там где убили людей должен нести уголовную ответственность то о чем мы говорим соответственно на украинском это звучит 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 на халатность и 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 все кто поставил резолюцию то есть разрешение этого мероприятия госпожа берлинская с которой начался собственно скандал и которая поняла что ее могут сделать крайне ее кстати уже лепят крайне да в этой истории она выскочила в интернет почему как вы правильно заметили но это стало известно но на ней юридически но я не вижу пока состава преступления то есть то что я вижу это моральные ну моральная ответственность за гибель людей потому что ты же понимала ты же вроде бы с 14 на фронт ездишь даже воевала там какой-то небольшой период ты должна была это все понимать поэтому может ли быть в составе ее действия уголовная но ответственность может что делает чало сейчас он пытается перевести стрелки на берлинскую и говорит мы разрешили но нам не говорили и мы не знали что это мероприятие будут посвящать гражданские люди мы так понимали что там будут только волонтеры военные и предприниматели а типа его сделали открытым там пригласили ну то есть такое я думаю что он кривит душой я думаю что он это знал он был соорганизатором вместе с берлинской и мое мнение они обои должны нести уголовную ответственность вот такая вот ситуация людей не вернуть Софийке шесть лет погибло президент второй день ездит за самолетами по скандинавии и пока мы реакции не услышали услышим ли мы ее это зависит от нас если мы будем об этом широко говорить то соответственно мы уже видели мы видели тоже военкома Борисова как ими я занимался и не только если за два дня это не утихнет президент вернется и полетят головы дальше уже будет следствие и опять же будет зависеть будем ли мы контролировать эту ситуацию у меня есть вопросик значит смотрите по берлинской ну тут разная версия в соцсетях конечно же часть ответственности лежит на ней но она подала скрины переписок чаток где было сказано якобы что не было известно специально да там или узкому кругу людей старт и день вот этой всей истории то есть когда это будет начинаться когда это будет проходить это раз это якобы свое оправдание во вторых есть версия что мол спецслужбы России открыли там что-то почту взломали из узкого круга да те кто переписывался и как бы зафиксировали соответственно по этой истории отработали и тот ужас который мы имеем стал очевидным но с другой стороны возникает вопрос ну ведь человек не просто же там да гражданский который не соображает как это все происходит это же тоже нужно было просчитать продумать есть по крайней мере специалисты которые могут проконсультировать дать понять проанализировать предвидеть но это же не сложно фокус группа которая этим занимается она же понятное дело сделать определенные выводы по поводу безопасности а этого ничего не было сделано смотрите Виталий я даю предельно точный ответ потому что я знаю информацию я ее выяснил значит Берлинская пытается таким образом защитить себя и не хочет до последнего вступать в конфликт с Чаусом потому что как мы уже говорили они обои ну в теме в этой плохой кровавой теме в чем проблема проблема в том что о данном мероприятии место его проведения и плюс-минус времени да знали от дворника и уборщицы в драмтеатр до секретарши в областной госадминистрации которая теперь стала военной я общался вчера с кучей черниговцев я знаю этих людей ну ни для кого не секрет что партия от которой я избирался в парламент имела самый большой результат радикальный на Черниговщине там куча людей которые с нами ну и по сегодняшний день прекрасных отношений и на связи и они все мне в один голос сказали да мы всю неделю знали что это мероприятие понимаете поэтому это все попытки отмазать то есть берлинская она сознательно вводит в заблуждение или чисто говоря она пытается они пытаются что вот смотрите выходит нету политической воли и они все пытаются пока ее нету да наказывать или не наказывать они пытаются сделать все чтобы не наказывать допустим уважаемый мной Юрий Белоусов с генеральной прокуратуры который как раз по преступлениям связанными с войной отвечает он сказал что вообще есть такая версия я не знаю как это версия это только экспертиза может быть но есть версия такая что удар был нацелен не на драмте а на массовое скопление людей но во первых очевидно что если даже взрывался вверху сама ракета для того чтобы поразить большое количество людей она взрывалась над драмтеатром это полностью видно как он разрушен ну его крыша разрушена пробита даже есть видео момента прилета ракета да во вторых да то есть целью был в любом случае драмтеатр взорвалась в воздухе прилетела напрямую неважно то есть попытки отвести в сторону от ответственности это неправильно и так так же она она пытается показать что ну это не мы что мы от дуростью пороли а это русские сделали да понятно что русские мы в этом не сомневаемся только ваша дурость врагу в этом помогла ну никто не сомневается ну что это сделали русские просто дурость был ли крот я думаю что был и поиски крота это серьезная история которой должна заниматься контрразведка которая кстати представители которой присутствовали в драмтеатре тогда то есть вы хотите сказать что крот даже мог быть не из окружения да там вот этого вот контингента да берлинской но приближенных людей а может быть кто-то из местных военных властей кто знал об этом и спокойно местных военных властей людей технического персонала драмтеатра людей которые будем говорить среднего звена работники областной военной администрации городской администрации военной потому что там же отказывали но они что знали понимаете то есть там довольно большой круг лиц и там вляпалась местная контрразведка почему она вляпалась они там присутствовали они должны были захлопнуть эту историю до ее начала понимаете они это понимают понимают что кто-то может полететь с должности короче оканчивая в Италии скажу так к сожалению как у нас в государстве третий год да по-моему четвертый год все зависит от политической воли двух людей Владимира Александровича Зеленского и Андрея Ермак вот все я думаю что все сейчас вот эти метания да публикации выступления генпрокуратуры выступления Чауса это попытка перебить информационное поле которое явно уже мониторится Зеленским и Ермаком которые явно видят что люди не на стороне ни Берлинской ни тем более Чауса да то есть это самое и они пытаются перепить я это видел ну и вы видели уже не в одном случае то есть через сутки двое мы поймем если сутки двое волна не будет спадать люди будут продолжать требовать ответственности за то что случилось в Чернигове я уверен президент отреагирует будут данные соответственные поручения там все очевидно ну всем все понятно там единственное надо выяснить насколько это было открытое когда приходило кто как разрешал в какой мере ну понимаете то есть ответственность каждого ну в этой истории но то что виноваты Чавус и Берлинская для меня сомнений нет и последнее я думаю что вы как и я видели волну людей если их так можно назвать они называют себя лидерами какого-то мнения общественного которые ни на секунду не ставя ничего под сомнение начинают писать не дадим обидеть берлинскую не дадим там это организаторов ну слушайте давайте так откровенно называть своими именами вся соросятня вся соросятня оживилась и начала вот эту вот да абсолютно точно я их прямо сегодня назвал адвокатами потому что они выступают сатана не берлинская сатана ситуация эта которая есть которую они хотят похоронить и продолжить решать какие-то свои дела с дронами там с западными партнерами мы же еще не знаем какие отчеты куда шли на запад и какие деньги ресурсы получались под проведение этих мероприятий мы же этого тоже ну как бы да не знаем то что эта группа работала с партнерами ну это же не тайна ну не военная смотрите мустафа и его брат Масинаин Шабунин Кручак Коскина ну короче как правильно сказали их всех называют соросятник да в обществе они все ринулись притом они даже большинство из них даже не берлинскую защищают они говорят организатору они не виноваты я вот ознакомился с точки зрения вот этих вот представителей соросятни и у меня вот как у человека журналиста да возникла реакция значит одна из них там написала мол это днище значит наезжать на берлинскую мол она столько сделала да никто не замыливает и не умаляет ее достойные заслуги смысл заключается в том что преступная халатность привела к такому ужасу так вот эти вот уроды которые пишут о днище да представляют сами это же днище потому что с вот этими аргументами пускай они обратятся к Софийке которая погибла еще шестерым людям которые погибли которых не вернуть и те 170 человек которые пострадали вот такая у меня реакция как я написал что я не знаю как эти люди потом спокойно будут спать смотреть на себя в зеркало потому что как по мне они в крови сейчас вываливаются в крови жертв чернировской трагедии и знаете одно дело написать должно быть следствие и давайте подождем ну конечно это абсолютно век требуем следствие требуем пока никого не обвинять дождаться решения я бы это еще понял но когда никто не виноват это только русские виноваты хотя весь черниров знает проклинает организаторов ну этой выставки ну это цинизм это даже не дно и не днище это такой махровый цинизм поэтому тут надо давить давить информационно до момента пока президент не примет решение и пока не будет нормального средства Игорь у меня еще к вам вопрос по этой теме перейдем к другим темам то что я например увидел прочел сделал вывод значит есть такая версия она кстати у меня тоже где-то зрела но я вот просто подчеркнул ее в соцсети и хотел бы нейтральный человек со стороны да там задать вам вопрос и получить исчерпывающий ответ мол последнее время Берлинскую было заявлено на пост министра обороны значит есть определенная команда с ОП где очень активно подогревается к ней интерес в том числе к ее фонду и соответственно у нее зеленый свет на проведение таких мероприятий для того чтобы в общем-то достаточно эффективно пропиариться и пропиарить свою команду может быть это не отвечает правде но как вы смотрите на такую версию что они скажете я скажу больше мне очень и очень вчера не понравилось вечернее вечером появилось где-то часа через пять после трагедии в Черне появилось заявление о своей возможной отставке господина господина Алексея Рейс который сказал как по мне не очень лицеприятно он сказал что я уйду когда мне надоест смеяться над моими оппонентами ну как бы вчера день был и как бы берлинская оппонент ну то есть это выглядело не совсем корректно то что берлинская перестала быть конкурентом не то что она министра а близко даже это уже после трагедии вы имеете ввиду да то что она стерта это да это факт но должен ли был ее оппонент с которым она была в дискуссии это правда мы считали с вами да ее вот кабинет поражения да ну статью это самое министерство поражения вот должен ли он был так реагировать я думаю нет я думаю это неправильно это тоже не по-человечески ну он наверное потеряет руки после того что случилось и понимает что он просто в этой ситуации выигрышный а тут тут же еще тут еще один вопрос понимаете когда местная власть начиная от областного до уровня заканчивая ниже видит беспредел который происходит начинается полный звездец ну вот полный вот буквально перед эфиром листал прозоро я видел я опять публиковал яйца по 50 гривен за одну штуку это сейчас резников реабилитирован понимаете резников все он уже вот стоя какие 17 гривен тут по 50 по 50 вдумайтесь да а уитская сельская рана решила на 750 тысяч 15 тысяч по 50 гривен купить через прозоро все нормально для деток для деток в школах и в садиках ну думайте а то есть а это показывает полную безнаказанность это показывает то что прокуратура вообще функции нагляд не здешнего слова вообще на ЗК ну избирательно да будем так говорить куда пальцем тыкнут вот натыкают вот они и тогда это самое ну я вам сейчас расскажу замечательную историю которую завтра узнает вся страна сегодня то есть мы записываем эфир значит Харьковская область часть оккупированной идут бои тяжелейших Купенск разрушается на Харьков прилетает постоянно есть глава такая облсовета Татьяна Егорова Луценко Татьяна Егорова Луценко есть муж Виталий Луценко который является резидентом республики Франция на всякий случай он ездит кстати на служебном машине даже через шлях водителя выписывают перепуску его возят в аэропорт Кишинев ездит туда-сюда но это не самое интересное 3-го листопада минулого року военного 2022 господин Виталий Луценко в городе Канны я думаю наш зритель понимает цену вопроса в городе Канны приобрел компанию Миди Аустолил который является он стал президентом собственником а компания является собственником ресторанов на набережной Канны на секунду кроме этого он является соучредителем компании Уэпполе который принадлежит клуб ресторан ноу-нейм в Митэ недалеко Канны Ницца очень близко очень интересный момент когда он оформлял собственно в 22-м году потому что клуб ресторан раньше был приобретен а этот тут в Каннах уже на войне ну точно как Борисов то это самое то он естественно у него спросили не относится ли он к персонам ПЭП ПЭП это такой европейский список куда внесены все политики и их родственники чтобы обмывание денег ну и так далее он сказал что он не жена ну да он сказал только проблема в том что у меня есть все французские и украинские документы завтра я их опубликую и завтра я их отправлю в Европол в полицию Франции в финмониторинг европейский и пускай не плетут лапти таким вот украинским потребоватом правильно да потому что ну когда для того чтобы думайте для того чтобы в Кишинев выехать с Харкова выписывают водителю шлях чтобы он отвез его и вернулся назад ну о чем тогда говорить ну не о чем говорить понимаете поэтому ну это очень серьезные вещи а почему они происходят они происходят потому что наверху идет грабеж вы вспомните на этой неделе Гетьманцев рассказал о покушении на Сокура да замглавы этого одного из венских посидельщиков будем так говорить своего бывшего помощника Сокура да это правда покушение было я там сейчас выясняю через свои каналы кто кого покушал и зашел думаю что возможно и было зашел учитывая их историю но я скажу так есть Данила Гетьманцев у него есть бывший коллега по комитету с другой партии ОПСЖ Игорь Абрамович есть еще ряд лиц во главе с Игорем Купринцом бывшим замглавы нас полиции это бывшие налоговики это бывшие полицейские часть из них там с Абрамовичем в Монако живут их так и называют монакийцы а часть в Украине бэк-офис держит значит задержка налоговых накладных торможение все 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 ориентировано на два направления на алкоголь и табак значит эта компашка получают с литра спирта 12 гривен с бутылки водки 0,5 получают 6 гривен ну при объемах вы понимаете сумму ну и с ящика контрабандных серий которые заходят на рынок потому что раньше с Украины шли контрабандные теперь идут в Украину потому что производство лежит даже подпольное будем так 20 долларов с ящика вот и смотря на эту всю публику ну и подобные схемы смотря на едапс который горнул арахами где вообще миллионы просто миллионы печатаются на станке от имени государства и вешаются нам с вами нашим зрителям на шею смотря на это все вот такие граждане просто охреневают да и думают а мы что лысы мы закатаем дорогу там 900 метров за несколько миллионов или там ну подобные вещи господин палец к своему этому новому туристическому комплексу на закарпатье дорогу прокладывает тоже там три цены смотрят все и это все происходит это становится системой мы в прошлый разговор там говорили с вами я заинтересовался одним господином еще один сейчас я внесу перед тем копейти к этой истории я хочу внести маленькую ремарочку она очень маленькая но очень смачная значит через get contact такую программу да прогнали как записан сокур у людей которые там с ним действительно имели отношения и самое поразительное 93 процента было записано сокур помощник гетьманцева человек гетьманцева юрист гетьманцев это в то время когда гетьманцев говорил что когда этого чувачка двигали на определенную должность что это независимый абсолютно новый абсолютно рациональный человек который привнесет только супер позитивные изменения это 101 процент человек гетьманцева есть источники в средине налоговой это все понимают я же не с половка беру как они гуляют или куда они есть и соответственно я владею ситуацией на кого работает господин сокур ну вот вам яркий показатель мафиозной какой-то структуры которая активно работает в этом секторе простите я помогаю себе пальцем он у меня просто поломан поэтому наши зрители прошу лояльно к этому относиться сокур как раз курирует направление вот этой алкогольной ну или как ее спиртовой назвать монаканцем то есть бывшего коллеги и тому подобное и то что он сапсажет они играют роли ну расскажу вам еще про одного персонажа которого с вами вспоминали в прошлом эфире часть документов есть но жду остаток поэтому скажу только то что могу сказать павел ткачук генерал-лейтенант вооруженных сил украины начальник национальной академии сухопутных войск имени загайдачного во львове значит ну там несколько большущих домов на территории украины это то что уже зафиксировано живет вообще в доме с родовым вербом ну то есть парень себе ничего не отказывает ну я так понимаю он был партии региона наверное там был помните этот корень святостанислава они там масоны посвящали не знаю ну короче я у него на воротах там в Тернополе один маят на дочь записан под Львовом еще одна недвижимость ну то есть много сам живет в селе Солонка но это не главное да главное совсем другое вот сейчас барабанная дробь да главное совсем другое у генерала Павлан Качука и сын Андрей который долгое время работал в Вене военным атташе в Австрии в республике Австрия военным атташе и в это время на подставных лист но они нам уже известны было приобретено три отеля я сейчас занимаюсь идентификацией каждого из них мы снимем покажем обязательно это нашим читателям зрителям это все будет известно и скажу так тут вопрос ну как бы вопрос виталий в другом мы не знаем этот человек никогда не занимался никакой предпринимательской деятельностью ни он ни его сын ни его зять тоже военный тоже при большом звании Сапига фамилия никто из них не занимал должности если на ЗК снимет розовые очки посмотрит внимательно хотя бы на то имущество я не прошу о том которое мы сейчас раскапываем которое на подставных лиц а хотя бы то имущество которое было плюс изучат что он трижды от государства получал бесплатное жилье вдумайтесь трижды все военные хай подумают трижды и реально реально эта ситуация просто это плевок в лицо реально нашим защитникам военным которые воюют на фронте не ютятся по общежитиям и тому подобное но тут еще один интересный момент вот сын сын был атташе сработали красиво распределили что-то нашли где-то какие-то вещи все я вам рассказывал каец в прошлый раз я был в Риме командировки встречался с журналистами газеты для республик это второе издание и ко мне навстречу кроме журналистов пришли украинцы которые живут в Италии за обещание украинцы которые живут не один год а много и часть были и беженцы и они мне рассказали о том что происходит в украинских консульствах что чтобы получить свидетельство о рождении ребенка новый паспорт заграничный заверить какой-то доучение какой-то документ соответственно за это нужно я так понимаю сделать пожертвование консульскую услугу для того чтобы попасть в Е-Очередь думайте если они разработали Е-Очередь для того чтобы попасть в Е-Очередь надо каким-то аферистам заплатить сумму сумма колеблется в Италии это порядка 100-150 евро но когда я об этом рассказал у себя там в ТикТоке в Телеграме в Фейсбуке ко мне прибежало украинцы 40 стран вдумайтесь Германия в Германии вообще пишут в некоторых регионах надо выезжать из Германии чтобы получить пасху в Швейцарии очереди люди входят с ума с детьми стоят под этим консульством надо Венедикт за ухо взять наш великий дипломат пасху 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 чехия прага дублин ирландия пасху на 3-4 автомобиля консульской службы вместе с нас полицией где берут эти документы в первую очередь паспорта ну и изготовлят там где он приезжает там как бы проблем ну снимается там где их нету И это превращается опять же в сотни тысяч, потом эти дипломаты, которые служат Украине, покупают виллы себе там на озере Кома, где там они еще покупают и не возвращаются, это официально даже МЗС признала, не возвращаются в Украину или не едут к другому месту работы, если это место не такое обладное. Вот, поэтому я хочу воспользоваться в том числе и в том, что у вас в эфире, знаю, вас смотрят многие, в том числе чиновники наши, я бы хотел, чтобы на эту проблему обратил внимание господин Федоров, вице-премьер, министр трансформации, там есть проблемы с ДИИ, свои проблемы мы когда-то поговорим, мамоят, они их исправят, ну, до того времени, но ДИИ, по крайней мере, облегчает по состоянию на сегодня людям многие вопросы. Введите туда вот эту вещь, чтобы консульство не регулировало эту ей очередь. Введите, чтобы люди через ДИИ могли заказать паспорт, свидетельство о рождении ребенка, доучение, и тому подобное. Ну да, иначе все это пронизано в консульских службах и посольствах, я так понимаю, тотальной коррупцией. Виталий, люди же по всему миру смеются. Почему? Наши беженцы живут в семьях, многие, да? И вот они ходят, и они же рассказывают, они делятся этим. Что люди за границей думают о нашей стране, смотря на вот этих уродов, которые в консульствах сидят и занимаются за какие-то 50 евро с ДИИ, через 150, через 250, в разных странах по-разному. Я изучаю проблему, скажу, цена колеблется от 100 до 350 евро за то, чтобы попасть в консульство, вдумайтесь, попасть в консульство. Такого маразма не было. Оно было при других, оно не появилось, но массового явления такого не было, массового не было такого количества. То есть, короче, зарабатывают везде, где могут, все, кто может в этой стране. Более того, абсолютно правы. Недавно было такое вот интересное уведомление о том, что МЗС очень сильно озабочен. Министерство иностранных дел МЗС на украинском языке, министрство закордонных справ, потому что дипломаты не возвращаются. Даже была такая интересная статистика, из 30 вернулось только 2. Вот так вот. Вот так вот. Но мы немножко перескочили, вы абсолютно правы. Мы этой теме как бы посвятим тоже какой-то кусок времени, но все же вы говорили, по-моему, о Ткачуке, если не ошибаюсь. Так вот, я тоже видел на местном уровне статьи, ну, которые там журналисты пытались что-то сделать. Я понимаю, что они не могут выйти на большую аудиторию. Им сразу же как бы закрывают дышло и, соответственно, закручивают гайки. Так вот, они активно муссируют тему, что в этом ВУЗе, где работает господин Ткачук, процветает тотальная коррупция, поступление якобы, с их слов, да, 5 тысяч долларов от, я так понимаю. Соответственно, любые экзамены, любые какие-то процессы, все стоит денег. И военнослужащие, которые имели эти конфликтные ситуации, каким-то образом либо были отчислены, ну, кто заявлял об этом в голос, либо имели потом тоже проблему. Я говорю о том, что местные царьки, они там все схвачены друг за друга, рука руку моет и помогают выкручиваться на любом уровне. Ну, Ткачук является действительно местным царком. Он был депутатом областного совета до 13-го года от партии регионов, потом про Захарксинь. Он имеет там очень серьезный вес на всем западном регионе Украины. Я выяснил об этом. Там есть люди, которые мои хорошие знакомые, которые его знают. Знают его путь, будем говорить так. И, ну, очень-очень влиятельный человек. Но тут же вопрос к другу. Это сродни военкома Борисова. Почему? Потому что это подплевок в лицо нашим воинам. И это подрывает обороноспособность страны. Кстати, говорят, что даже во многокомандующий пытался что-то там сделать с этим генералом, и ничего у него не вышло. Такие связи. Как говорят доктора, насколько все запущено, да? Да. То есть ситуация очень, ну, такая, нехорошая. И она влияет, вот эта вот тотальная коррупция, о которой мы сегодня говорим, она влияет на отношения к нам. Даже я не скажу политиков, даже я не скажу граждан других стран, но экспертного и журналистского общества, ну, мирового, влияет. И когда о нас начинают писать не совсем лица приятные, или даже какие-то чуть ли не с потолка взятые вещи, да, то это все глотается с западными журналистами, потому что есть вот такая вот история, о которой мы говорим вот уже сколько времени, потому что в консульствах такое, потому что в Австрии три отеля, потому что в Ницце и в Каннах рестораны, потому что по шляху может вывезти водитель, но гражданин не может, воюющий, воюющий офицер не может выехать семью проведать за границу. Да, это ужасно. Более того, эта ситуация усугубляется с каждым днем. Не все равны перед законом. Еще самое парадоксальное, что те люди, которые обслуживают власть, или там говорят, что они независимы, но на подсосе у власти, ну мы же знаем практически, о ком это идет речь, разговаривают и вбрасывают в пространство идиотские идеи, типа а-ля, давайте на три года после войны, значит, перекроем возможность мужчинам выезжать, и так далее, и так далее. И это, кстати, вот я хочу напомнить, автор этого заявления, такой Денисенко есть у нас, который на подсосе у власти давным-давно вывез своих деток за границу, и, конечно, может потякать. Смотрите, это отдельная история, это отдельная история с вашего разрешения. Сын генпрокурора, не только дочери, сын, который уже призывного возраста, он до наступления призывного возраста. Это вы о генеральном прокуроре Костине и его сын? Да, Андрея Костине, да, покидывал страну, но это не самое главное. У меня есть вопрос. Я его подвешу, а мы в следующий раз на него ответим. Я обращаюсь ко всем нашим зрителям, кто нас смотрит за границей. Подскажите, помогите найти Алексея Алексеевича Резникова? Это кто, сын министра обороны? Да, человек, снайпер, как и папа, кстати. Я хочу сказать, что наш министр обороны снайпер, он занимался спортивной стрельбой, он реально снайпер, я это знаю. Я с ним работал в Киевсовете, я тогда был в батальоне «Азол». Ну, то есть я знаю, это правда. У меня просто вопрос. А если сын не в стране, почему он не в снайперской роте? Ну, папа министра обороны. Понимаете? То есть вот это вот вопрос, пускай он повисит в воздухе, я думаю, что скоро мы услышим на него ответ. Вот такой вот. Потому что очень легко отправлять чужих детей и гибнуть, когда твои собственные находятся в Майами, находятся в Барселоне, находятся в Монако, называют своим домом Монако. Очень легко это делать. Нелегко это говорить. Потому что мои дети находятся в Украине. И мой сын офицер вооруженных сил Украины. Они должны подойти к зеркалу, посмотреть перед тем, как в очередной раз отправят какую-то терраборону, вооруженную, будем говорить, мягко говоря, ну не палками, а очень слабо вооруженную. и с нее начнут делать там отбивную. Перед тем, как отправить, пускай подойдут в зеркало, посмотрят и задумаются, и их не идти. Вы знаете, Игорь, на самом деле я разделяю вашу точку зрения, безусловно, но вы же понимаете, что мы живем в обществе, которое, как говорят некоторые аналитики, выглядит а-ля сословным. Либо в прямом понимании сословное общество. То есть есть люди, которые должны воевать, как считают те, кто наверху, но они что-то другое, у них другие задачи. Они, конечно же, используя свое служебное положение, вывезли всех своих детей, и здесь могут разбрасываться всякими заявлениями, всякими, я не знаю, там красивыми словами, там завораживающими разговорами на тему необходимости нижнему сословию идти воевать на фронт. Но это отдельная тема для отдельной программы. Я быстренько рефлексирую, если вы разрешите. Смотрите, я далек от того, чтобы кому-то запрещать выезжать за кордон. Я вообще считаю, что граница должна быть открыта, потому что по состоянию на сегодня ключ от границы находится под подушкой у коррупционера. И на этом зарабатывают миллионы, мы это видим. Но если ты занимаешь государственную должность, то твои дети, если они имеют обязательства перед той страной, я имею в виду призывные, я за девочек ничего не работаю, должны находиться в стране. Я считаю вообще, что после войны, после окончания войны, люди, которые вывезли детей, имели возможность, но сами там где-то куда-то, они просто, они нормальные, они должны иметь паспорт, все, но надо продумать как-то так, что они не будут занимать государственную должность. И они же не сражались за эту страну, они свою семью спасали. Давайте так, в средние века и позже, когда отец военачальник, когда отец возглавляет войско или часть войска, то его дети под его знаменами. Мы это знаем со всей истории воин, а у нас получается какая-то барыжная история, понимаете? Мало того, что у нас игра с партнерами выходит, это тема на два часа разговора, грубо говоря, так тут еще и в средине, и люди смотрят и понимают, что диссонанс, диссонанс, я не против, я, например, не собираюсь избираться в органы вывозь. Поэтому я езжу туда, сюда, к сожалению, не могу воевать из-за покушения в семнадцатом году, но я же не претендую, не ношу, а если вы претендуете, то соответствуйте. Вот, это мое мнение. Я понимаю вас, и, кстати, оно очень рационально в данной ситуации, но мы как-то об этом поговорим более детально. Спасибо вам, что нашли время для моего канала, для наших зрителей, и поделились своими мыслями о том, что сейчас нас всех беспокоит. Игорь Мусичок, журналист, расследователь, блогер, публицист, политик, был сегодня гостем канала Дики Лайв. Спасибо, жму вашу руку, благодарю. Надеюсь, на благословение сборки. жмем в руку, и всем зрителям спасибо, что смотрит. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, это правило хорошего тона, канал Дики Лайв, не теряйте оптимизм, и встретимся через небольшой промежуток времени. С большим уважением, Виталий Дики. Субтитры сделал DimaTorzok